Друзья, мы приехали в город Чехов на спортивную базу по тяжелой атлетике. Сегодня здесь проходит всероссийский турнир на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова. Со всей России съехались юноши и девушки возрасте от 10 до 15 лет, чтобы побороться за медали первенства. Посмотрим, как это все проходит, пообщаемся с спортсменами, с тренерами. Погрузимся в самую гущу этого великолепного турнира, который проходит уже на протяжении 17 лет. Я сюда приехал, чтобы показать, что я добился за эти годы. Здесь настолько сложный турнир, что там приехало очень много участников. Рядом со мной родоначальник турнира, на котором мы сейчас с вами присутствуем, олимпийский чемпион Дмитрий Берестов. Дмитрий, почему пришла такая идея создания такого турнира? Окунев Михаил Сергеевич – это наш первый тренер, детский тренер. Для меня и для моих товарищей, друзей по тяжелой атлетике, это был таким вторым папой, который учил, который помогал, который объяснял, который привил любовь вообще к виду спорта, к тяжелой атлетике. Получилось так, что в 2004 году я становлюсь олимпийским чемпионом. А он как раз буквально год не дожил и, можно сказать, не увидел этот момент славы. Я к нему пришел в 10 лет, он меня воспитывал с 10-летнего возраста. У меня появилась такая мысль создать турнир памяти, именно памяти тренера. Первый турнир прошел в 2005 году. Всего было 50 участников на первом турнире. Я понял, что этот турнир должен быть именно для таких же ребят. Десятилетник с 10 до 15 лет. Я Сабаканов, Хакасия, Сибирь. Максим Ушуков меня зовут. В какой весовой категории? В 37-й выступаю. И какие цели на это выступление у тебя? На что рассчитываешь? Цели бороться за первое место, а как и сегодня. Сегодня приехал Максим Октябриныч. Сегодня, вчера, позавчера он приезжал, чтобы поддержать. И я наконец-то услышал, и он меня наконец-то услышал, что мы хотим. Как мы хотим дальше развивать наш вид спорта. На самом деле, это потрясающе видеть будущее тяжелоатлетики. И вот именно такие события, именно такая большая гурьба детей, которая сегодня выходит на помост и показывает характер, показывает даже профессионализм. Это говорит о том, что будущее тяжелоатлетики российской есть. Что, на ваш взгляд, важно, какая задача тренера? Задача заинтересовать их, чтобы им было интересно вывозить их на вот такие турниры, как этот, чтобы таких было побольше, почаще. Вы откуда? Из Абербурга. Из Брянска. Из Владимира. Калужская область. Мы из Московской области. Из Тулы. Я из города Пушкин. Очень много регионов готовятся исключительно даже на этот турнир, детей своих готовят. Потому что такой масштаб детских, именно детских соревнований, очень редко где можно встретить. И почувствовать себя по-настоящему важным и главным героем соревнований, вот эти соревнования именно такие. На что рассчитываете в этом турнире? Чем больше первых мест, тем лучше. И побольше поднять, конечно же. Первый раз в этом турнире участвовать? Да, да, да. Ну, соперников там предостаточно. Тебе сейчас выходить на помост. Какие у тебя сейчас ощущения перед выходом? Ну, очень страшно. Ты что сюда приехала? Победа и только победа. И рядом со мной победительница этого турнира, Климкина Анна. Расскажи чуть-чуть для наших зрителей, в чем именно рекорд заключался. Что это для тебя лично было? Ну, это личный рекорд. Я этот вес первый раз толкала. Как вам с дочерью работается? Шикарно. Вы знаете, человек, который прошел достаточно долгий срок, занимаясь художественной гимнастикой. И именно этот вид спорта, он привил трудолюбие, желание победить. Выполнить норматив мастера спорта спустя два года занятия тяжелой атлетикой после художественной гимнастики. Ну, это вообще жесть. Так много людей пришло из других видов спорта в тяжелую атлетику. Это какая-то закономерность. Другие виды спорта, если единоборство, там больше зависит от соперника, а здесь зависит все только от тебя. То есть, насколько ты сумеешь совладать с собой, со своими нервами. И как бы не каждый вид спорта может подарить именно эти эмоции. Какие задачи у вас и почему вы поддерживаете данный вид спорта? Больше 300 спортсменов ежегодно приезжает из 40 субъектов федерации. Это не только турнир, это праздник спорта, праздник тяжелой атлетики. Поэтому организация и поддерживала, и будет его поддерживать, чтобы только рост своих масштабов. Подъем подачный, узнаете лиц в километре. Видите, очень эмоциональные. И всегда у них все сразу на лице. Они не скрывают это. Не страшно, когда так кричат? На самом деле нет. Честно говоря, даже переживаем за каждого. И даже иногда прям эмоции захватывают. И хочется просто кричать и говорить каждому «держи, держи». Два к одному, подъем с защитой. Два к одному, подъем с защитой. С защитой! У меня до 2 недели до соревнований травма случилась. Я, когда на тренировке был, 42 килограмма толкал. И вот за 4 дня до соревнований я успела восстановиться. Вот приехал сюда. Четвертое место у меня. Какой ты молодец. Для меня так ты победитель. После травмы так быстро. И все равно рискнуть приехать. Вот настоящий характер спортсмена. В рывке я поднял 44, а в толчке 58. Удовлетворен или хотел что-то больше поднять? Да, я в рывке хотел поднять 46. В рывке, наверное, собираюсь сделать 44-45 килограмм. А в толчке 56-55. А почему вообще тяжелую атлетику выбрал? Ну, вообще заниматься дополнительными весами было намного приятнее. И я всегда хотела. Где-то увидел или кто-то подсказал? Подсказал кто-то. Кто? Мой дедушка. Ну, как тебе атмосфера здесь? Мне понравилось тут все. Как вам здесь? Нужен такой турнир вообще? Нет, я не знаю. Почему? Ну, прикольно. Дети разного возраста. От малого до великого. И, в принципе, турнир такой нужен. И хорошо, что его проводят. Нравится здесь вообще? Да, да. Организация просто на высшем уровне. Спасибо большое Дмитрию Берестову, который организовал это все. Очень большой человек. И спасибо ему большое. Я считаю, что популяризация спорта сейчас растет. По сравнению с 90-ми, с начала 2000-ми. Единственное, основная угроза и конкуренция спорта – это гаджеты. Мы с ними боремся, что надо заниматься спортом не в гаджетах, а в спортивных залах. Для детей это шикарный праздник спорта. Именно наши тяжелые атлетики. Такие соревнования надо чаще проводить. Потому что посмотреть в их глаза, борьба, отдать должное, что здесь очень. И я пытался сделать не просто соревнования, да, как официальные соревнования. Я пытался это сделать как праздник. Как праздник. Праздник для детей. То есть пытались сделать что-то красивое. Красивый баннер, шарики. В конце соревнований у нас каждый раз какие-то конкурсы мы устраивали. Я приглашал людей из других видов спорта. Они показывали свои какие-то элементы шоу. И настолько полюбился всем этот турнир, что к нам начали съезжаться с разных уголков нашей родины. Даже за границей приезжали. КОНЕЦ Почему выбрала тяжелую атлетику? Ну, потому что у меня папа занимался, брат и сестра занимается, еще один брат занимается. Ну, я тоже пошла. Какое ты место заняла? Первое. Ты у нас победитель, оказывается. Я хочу стать мастером спорта через три года и поднять 110 в сумме. Я хочу стать мастером спорта, как Дмитрий Берестов. Стать таким же успешным спортсменом, олимпийским чемпионом. Пообщался уже с Дмитрием Берестом, олимпийский чемпион. Что он тебе сказал? У меня с ним фотка. Мечтаешь об олимпийском турнире, об олимпийском золоте на будущее? Да. Через сколько лет поедешь на Олимпиаду? Я буду всю жизнь заниматься. Ну, какие ощущения первые после победы? Я очень рада, что смог победить. Я очень сильно горшусь своим братом. Цели ближайшие на этот соревновательный год у тебя? Поднять КМС. Это первая такая крупная победа вашего сына? Ну, до этого он выступал до 12 лет, он там уже неоднократно выигрывал этот турнир и устанавливал рекорды. Но сейчас уже следующая ступень, это уже до 15 лет, скажем так. А ему еще даже 13 не исполнилось, и уже с рекордами. Я считаю, как бы это нормально. Это вот единственные турниры, которые для детей. Их нужно больше, и детям нужно развивать детский спорт. Поздравляем от всей души. Это твоя первая крупная победа в жизни? Да. А какие ближайшие теперь цели в этом соревновательном сезоне на этот год вообще у тебя? Ну, поднять мастера спорта, попасть в тройку на Россию. Какое место? Второе. И как вот после того, как ты заняла второе место, какие были ощущения, когда ты на пьедестал поднялась? Ну, я была рада, что я заняла второе место. А здесь ты сколько медалей взял? Я одну. Ну, какое место? Третье. Ну, соперники сильные были? Да. Страшно было? Нет. Хотелось бы, чтобы именно вот такой детский турнир был лучшим в мире. Настолько дети привыкают каждый год приезжать сюда, получать вот этот кайф от этого турнира, получать вот этот праздник, что когда они уже вырастают, им уже становится там 16, не 15, а 16 лет. Тренеры рассказывают, у них случается истерика. Как же мы в этом году не попадем на турнир? Блин, мы так уже привыкли. Это такое счастье, это такая радость. И вот такие отзывы, конечно, мне, как и организатору, очень приятно слышать. То, что мы закладываем сегодня, камень краеугольный нашего будущего спорта. Чем он будет тверже, чем он будет сильнее, тем наша команда будет профессиональнее и сильнее в будущем. И опять же, возвращаясь к тому, почему мы проводим турнир, именно память Окунева Михаила Сергеевича. Я мог прийти в зал и там на следующий день или через неделю уже не прийти в него. Для детского тренера самое главное это иметь качество педагога. Главное увлечь, главное заинтересовать. Вот Михаил Сергеевич сумел сделать, потому что я несколько раз пытался уйти, что-то мне нравилось, что-то мне не нравилось. И спасибо вам, кстати, за ваше телевидение или ТАР-ТВ, что вы сегодня тоже освещаете, еще больше людей узнают о нас. Все это не зря, все это делается именно на популяризацию, на развитие нашего вида спорта, чтобы вот отсюда взять, увидеть, найти и зажечь эту новую звездочку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok